РАЗБИРАЕМСЯ В ПЛАТФОРМАХ И ОРБИТАХ Чтобы наблюдать Землю из космоса, нам нужно запустить спутники с датчиками дистанционного зондирования, которые будут вращаться вокруг нашей планеты. Поэтому нам нужно кое-что узнать о типах различных орбит, чтобы выбрать правильную орбиту для нашего спутника. Основы нашего нынешнего понимания орбитальной механики были заложены в XVI веке такими учеными, как Коперник, Галилей и Кеплер. Кеплеровая орбита определяется шестью параметрами. Наиболее важными из них являются ее высота над Землей и расстояние от центра до Земли, которое определяет период обращения спутника, то есть время, необходимое, чтобы облететь вокруг Земли, угол наклона орбиты, который равен нулю градусов для экваториальной и 90 градусов для полярной орбит. В зависимости от измерения, которое необходимо выполнить датчику дистанционного зондирования, мы должны выбрать один из четырех типов орбит. Геостационарная орбита — ГЭСО, используемая для связи и анализа погоды с частыми обновлениями. Высокоэллиптические орбиты — ВЭО, используемые для связи в высоких широтах и для разведывательных спутников. Среднеземная орбита — СЗО, используемая для навигационных спутниковых систем, таких как GPS или Галилео. Низкооколоземная орбита — НОО, используемая для связи и наблюдения Земли. Спутники, которые мы выводим на орбиту, не только позволяют нам наблюдать Землю из космоса, но и дают возможность изучать работу различных приборов в космосе, вне атмосферы и в условиях нулевой гравитации. По этой причине люди создали орбитальные пилотируемые лаборатории, такие как Международная космическая станция МКС. Это огромная лаборатория по исследованию влияния микрогравитации космической среды, в которой члены экипажа проводят широкий спектр экспериментов в области биологии, физиологии человека, физики, астрономии, метеорологии и других областях. Это самое большое небесное тело на орбите вокруг Земли, не считая Луны, и ее можно часто наблюдать невооруженным глазом. МКС находится на низкой орбите и испытывает сильное атмосферное торможение. Вот почему высота и наклон ее орбиты должны довольно часто корректироваться.